Всем привет! Хочу признаться, сегодня поднимем актуальную и интересующую многих тему. Это упрощенная программа получения канадской визы для граждан Украины и членов их семьи. В этом видео все четко по полочкам и подробно. Я сам переехал сейчас в Канаду по этой программе. И многие подписчики в предыдущем видео заявили желание, чтобы я более подробно рассказал, дал инструкции. Так сказать, изъявили желание пойти четко по моим стопам. Программа называется Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel. В простонародье ЦУАЭТ, кто-то встретит еще КУАЭТ. Эта программа дает всем украинцам возможность получить визу в Канаду на 10 лет. То есть до максимально, до окончания действия вашего паспорта. То есть если ваш паспорт новый, вы получите на 10 лет. Если вашему паспорту действовать осталось 5 лет, вы получите визу на 5 лет. Максимально на 10. Также вместе с этой визой вы получаете Open Work Permit на 3 года. Он дает полностью доступ к работе без привязки какой-либо к работодателю. Поэтому это очень классный бонус. Самое важное, потому что в предыдущем видео очень много вопросов было, сколько это стоит. Ребята, полностью в настоящее время все визовые сборы, консульские сборы, плата за сдачу биометрии полностью отменена. То есть платить за это 0 канадских долларов. Теперь подробно для кого эта программа. Не только для украинцев. Дело в том, что еще для членов семьи. И не важно кто они. Украинцы, поляки, чехи и так далее. Важно, чтобы в этой семье был кто-то, мать или отец украинец. Тогда полностью вся семья получает эти визы. Вы эту визу можете получить даже если вы имеете два паспорта. Самый важный билет, самый важный пункт это наличие загранпаспорта Украины. Также если вы имеете вид на жительство в другой европейской стране. Либо приехали по визе и получили статус временной охраны в одной из стран Европейского Союза. Вы все равно можете претендовать на эту программу. Далее. Для того, чтобы участвовать в этой программе на получение визы и ворк-пермита. Вы должны заполнить онлайн анкету. Анкета очень элементарная, но затрачивает определенное время. Лично я ее заполнил еще в марте месяце, когда только начиналась программа, лежа на диване в телефоне. Поэтому ничего сложного в этой анкете нет. Реально. Все очень элементарно. Но если вдруг у вас все же будут трудности, то я с удовольствием вам дам контакт человека, который сможет вам помочь с заполнением анкеты. То есть здесь тоже все предельно просто. Ссылку на эту анкету я обязательно оставлю в описании под видео. Прежде чем заполнять анкету, обязательно сфотографируйте все свои документы. И чтобы вес этого файла не был больше 2 мегабайт. Вопросы будут там разного характера. И о ваших родителях подаваться вы можете сразу как сам, так и всю семью в одну анкету поставить. То есть там тоже это все есть на выбор. Так, заполнили анкету. Анкету у вас приняли, дали вам номер специальный вашего дела. Что дальше? Ждем. Ждем, когда вас пригласят на сдачу биометрии. То есть отпечатков и фотографии вашего лица. Ожидал я в среднем неделю где-то. Некоторые сейчас ждут 3 дня. Кто месяц ждал? То есть есть разные. Не знаю от чего это зависит, но ожидайте приглашения на биометрию. Так как в тот момент я находился в Чехии, то я биометрию сдавал в Праге. Я ссылку там, где можно записаться на сдачу биометрии, также можно сдавать в Варшаве, в Вене, в Братиславе. То есть разные города. Полностью будет по ссылке пройдете и увидите все пункты, где можно сдать биометрические данные свои для канадской визы. Все тоже предельно просто. Записался очень быстро. Тоже неделю ждал, пока меня пригласят на биометрию. Записался через 3 дня, уже сдал биометрию. И где-то неделю ждал, когда мне прислали, что все одобрено, Николай. И пришлите нам свой паспорт, загранпаспорт в одно из отделений канадского визового центра. В Чехии его не было, поэтому выбор должен был быть либо Варшава, либо Берлин, либо Вена. Я выбрал Вену, она ближе к тому месту, где я тогда проживал. И в принципе я по отзывам прочитал, что там нет такая большая очередь. На вопросы переписку можно ли я сам привезу паспорт, потому что я как бы почте особо не доверяю. Нет, мне написали целую петицию, что ковид-19, туда-сюда, и поэтому, пожалуйста, присылайте нам свой паспорт. Я обычной почтой заплатил тогда около 100 крон за отправку паспорта в Вену в канадский центр. В понедельник отправил, во вторник вечером у меня уже было сообщение, что мой паспорт доставлен. Ожидал я где-то целую неделю, и уже на следующую неделю мне прислали сообщение, что виза вклеена в ваш паспорт, и мы в ваш паспорт вышли вам. Только заплатите, пожалуйста, за доставку курьера. К сожалению, отказаться от ней нельзя. Можете, конечно, приехать за паспортом, но без паспорта по Европе ездить как-то не особо безопасно. Поэтому я заплатил 34 евро. Это еще один из расходов на эту визу. 34 евро. И мне курьером на блюдечке с голубой каемочкой привезли и сказали, Николай, вот, пожалуйста. Распечатал, открыл и посмотрел на красивую канадскую визу. Как видите, все очень просто, реально, то есть сложностей в этой системе нет. Я под видео, еще раз говорю, оставлю абсолютно все ссылки и инструкции, которые вам понадобятся, чтобы заполнить анкету, чтобы записаться на биометрию, инструкцию, куда, как отправить, что должно быть помимо паспорта и так далее. То есть по инструкции идете и не нужно изобретать велосипед. Все уже проверено и не только мной одним. Я думаю, эта тема полностью открыта. Если все же я что-то упустил, пожалуйста, не стесняйтесь, задайте вопрос в комментарии. Я с удовольствием отвечу. Я знаю, что будет еще больше вопросов, а что делать по прилету, а как вы заказывали билет, а что делать так, а куда лучше лететь и так далее. Давайте я не буду эти темы мешать в этом видео. Поэтому в следующих видео выйдут такие темы, как чек-лист, что делать по прилету. Как искать работу, как искать жилье, первые впечатления поделюсь само собой, потому что это другой мир, новый мир. То есть здесь очень большая разница. Обязательно поделюсь с вами. Возможно, вас интересуют еще какие-то темы, тоже не стесняйтесь, пишите в комментарии. Я постараюсь максимально полно объяснить и создать инструкцию для этого. Друзья, ничего не бойтесь в этой жизни. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто стучит, тому всегда откроют. И все изменения только к лучшему. А значит, все у нас будет хорошо. До новых встреч. Пока. Пока.